Доброе пятничное утро, друзья! Славянский базар в этом году ставит очередной рекорд. 41 страна-участница. Столько не было еще никогда. Что привлекает звездных гостей в Витебск, а главное, что заставляет их возвращаться из года в год? Сегодня узнаем. Два дня до финала Чемпионата мира по футболу в Москве, а один из самых известных спортивных комментаторов в Витебске. Вот вам настоящая магия славянского базара. Я после Витебска поеду в Сочи и буду смотреть там на фестивале болельщиков и мать на третье место и финал. Мое сердце разрывается, потому что я сначала хотел, чтобы французы играли с англичанами. Я вроде бы валял за французов, теперь я желаю удачи хорватам. Ясно одно, что для нас в России наша сборная команда заставила говорить о себе, ну просто на многие годы. В свое время предпринимал попытки, чтобы быть ведущим славянского базара. Я об этом говорил руководителям и российским, и белорусским. То есть я готов, я могу. Десять лет назад я первый раз приехал и не хочу уезжать, поэтому я счастлив, мне все нравится. И до здравления, вот этот амфитеатр, я здесь как дома, понимаете. В этом городе я как дома. Поэтому мне хорошо. Мы счастливы вас видеть, спасибо. На аллее звезд славянского базара вчера засияла еще одна звезда народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. А это значит, что именно она стала обладательницей премии «Через искусство к миру и взаимопониманию». О секрете красоты, молодости и успеха эксклюзивно для нашего утра. Я творческий человек, я счастливая женщина, я счастливая певица. Вот это, наверное, мне дает стимул жить, радоваться. И у меня всегда в душе такое спокойствие и чувство счастья, любви. К сожалению, не удалось побывать в Казахстане до сих пор. Только есть истории, рассказы про бескрайние степи и землю. Степные казахи, которые скакали на лошадях и защищали нашу землю широкую. Это наши девушки. Земля, она действительно заряжает? Конечно. Я думаю, что самые лучшие качества мне передали мои родители, а не настоящие казахи. Плюс мое окружение, мои композиторы, мои авторы, которые для меня пишут замечательные песни. Вот этим я живу. В 98-м году этот израильский красавец влюбил в себя белорусскую публику и жюри конкурса молодых исполнителей. Спустя 20 лет Рафаэль снова на славянском базаре с той же победной песней. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую, Василько шапотливаю, моваю, зачароваю, зачароваю, закаливаю я с тобой. И, конечно, конкурс, результаты которого всегда известны еще до открытия. В этом году гран-при международного детского конкурса «Витебск-2018» увозит с собой украинец Александр Балабанов. Мы знаем, что ты опытный человек, ты был на огромном количестве конкурсов. Для тебя уже славянский базар – это так, между делом? Нет, это очень большой и важный конкурс, на самом деле. Это одна из тех самых больших вершин, которые стоит покорить. У нас утренняя программа. Ты как с утра настраиваешься в день конкурса? Вот как это утро проходит? Просто встаю и все. И все? Ну, я делаю все, что делают обычные люди в обычный день. Ничего такого. То есть ты обычный мальчик, который просто хорошо поет и выигрывает случайно в международных конкурсах? Да, да. Именно так. Мы разгадали твой секрет, спасибо. Наш Артем с Король на втором месте. Я очень рада, что получила второе место. Я ушел очень много к этому конкурсу и к месту. Мама довольна? Все родные довольны. Слана Адамовна довольна? Да, конечно. Ты счастлив? Очень сильно. Что дальше? Планируем. Я попала в десятку на Евровидение. Планируем 31 августа будет уже отбор представлять Беларусь. Славянский базар, потом Евровидение. Все логично. Артем с Король. Многонациональный и счастливый. Это всегда про Славянский базар. Участвуйте в фестивале. Живите фестивалем прям как мы. Анна Шалютина, Артем Артеменко. Эксклюзивно для нашего утра.